Добрый вечер, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию сегодняшнее видео с торговыми идеями по валютному рынку. Ребят, я напомню, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер сегодня, воскресенье, 22 октября, и видео продублируется на YouTube-канале компания Markets завтра, в понедельник, 23 октября. Ну что ж, давайте начинать, и начнем мы с вами с индекса доллара. По индексу доллара рассматриваю дальнейшие снижения. Я еще ранее, ребята, вам советовала шартить индекс доллара, начиная с понедельника на прошлой торговой неделе. Три последних видео, которые выходили на прошлой неделе от меня в рамках рубрики «Ежедневный обзор рынков», я вам советовала открывать продажи по индексу доллара. И кто воспользовался моей рекомендацией, отлично, кто нет. В принципе, идея актуальна, сейчас вы можете дальше продолжать работать в шорт по дикси. Смотрите, какая у нас картинка сейчас нарисовалась. У нас присутствует самодостаточный шортовый паттерн, который образовался за последние три торговых недели по индексу доллара. Я напомню, что я анализирую рынки и отбираю торговые формации по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Так вот, в соответствии с моей торговой стратегией индекс доллара у нас продолжает формировать шорты. Защитное шортовое движение остается тоже. Падение, которое началось еще фактически с 4 октября, импульсное снижение по дикси. Движение наверх, которое сейчас уже видно, что это коррекция, это не заходной импульс, а коррекционный выносный импульс, который был перекрыт понедельник 16 октября. Собственно, после перекрытия я как раз и записывала обзор с торговой идеей в шорт по дикси. И последующие дневки, которые у нас показали консолидационное накопление позиций на прошлой торговой неделе, это подтверждение перекрытия. Это значит, что индекс доллара у нас дальше нацелен на снижение, нацелен в шорт, поэтому шортим дикси ниже откатного консолидационного уровня сопротивления 106,6. В принципе, можно из текущих открывать продажи, а возможно еще в понедельник как-то будем здесь локально добирать торговые позиции, увидим по факту. Но шорты актуальны, шорты в силе. Цель для падения, значит, нужно пробить поддержку консолидационную 106. Здесь у нас образовалась такая локальная консолидационная зона поддержки. Ее пробиваем и дальше будем падать до следующей отметки 105,7. Поэтому предлагаю продолжать работать на снижение по индексу доллара с целью 105,7. А там будем, ребят, смотреть, то есть пробьем минимумы, с которых мы сделали движение наверх. Дальше возможно уже рассмотреть какие-то среднесрочные перспективы для снижения по данному инструменту. Поэтому шорты актуальны и предлагаю открывать продажи по индексу доллара. Евро-доллар. Давайте посмотрим. Евро-доллар. Что по евро? Евро-лонговое. Евро я еще ранее, еще в понедельник, на обзоре, который вышел на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер в открытом доступе, ребят. Записывала обзор в понедельник вечером, обзор рынков на 17 октября, то есть на вторник уже торговая рекомендация, где я рекомендовала вам открывать покупки по евро. По евро-доллару точно так же, как и по индексу доллара у нас сформировался самый достаточный лонговый паттерн, о чем я вам говорила еще ранее. Защитное движение, коррекционное снижение, которое было перекрыто, и именно на этапе перекрытия мы с вами увидели, что движение вниз. Это коррекция. Коррекция перекрыта импульсным ростом от 16 октября. И, собственно, уже на закрытии дня я записала обзор в понедельник, где советовала покупать евро-доллар. Что сейчас? А сейчас покупки актуальны. То есть у нас происходит консолидационное подтверждение перекрытия, то есть ничего не меняется. Евро-доллар дальше смотрится наверх, поэтому предлагаю рассмотреть покупки по валютной паре евро-доллар выше откатного уровня поддержки 1,0530. Можно и с текущих рассмотреть лонги, а, возможно, еще как-то здесь будем тестить эту ценовую зону в рамках импульсного роста, который произошел в четверг, 19 октября. Но, тем не менее, поджаться наверх сейчас присутствует по евро, отличный паттерн, то есть паттерн еще пока не отработан, паттерн еще пока находится на этапе накопления, поэтому все шансы для того, чтобы дальше в России по евро-доллар у нас присутствуют. Открываем лонги по евро с целью на достижение сопротивления 1,0635. Здесь, конечно, небольшая такая у нас локальная амплитудность получается, но я думаю, что сопротивление будем пробивать в силу того, что, как я уже сказала, паттерн есть, накопление есть, формирование хорошей комбинации есть, поэтому все шансы для того, чтобы пробить сопротивление зеркальное 1,0635 по евро у нас здесь присутствуют. Поэтому евро-доллар у лонг с целью на пробитие сопротивления 1,0635, можно с текущих пробовать открывать покупки, даже если будем уходить чуть-чуть локально коррекционно вниз. И это не значит шорты, ребят, это значит донабор торговой позиции для дальнейшего роста. Выше 1,0530 рассматриваем покупки по евро. Цель для роста озвучила. Так, и еще один инструмент, на который я бы хотела обратить внимание ваше, и это фунт-доллар. Фунт-доллар, судя по всему, доформировал торговую позицию для дальнейшего роста. Фунт-доллар сформировал лонговый паттерн, который у нас образовался за последние 3 торговых недели по данному инструменту. Как защитное движение по фунту выступает рост, который начался еще 4 октября, вот этот хороший такой импульс наверх, после чего снижение довольно амплитудное. И если еще ранее было непонятно, то есть это снижение, это перекрытие в шорт и дальше фунт будет падать, либо же это коррекционные падения, после чего будем расти. Так вот, ответ от рынка, то, что я называю динамичный подход к анализу рынка, текущая картина показывает, что у нас предыдущие падения, это коррекция по отношению к основному лонговому движению, коррекция у нас перекрыта, перекрытие подтверждено правильной лонговой комбинацией. Поэтому фунт-доллар подтвердил покупки, а именно подтвердил покупки уже в пятницу с закрытием пятничной дневочки 20 октября, показал реакцию на откатный уровень поддержки 1.21.35, закрылся выше. Даже на часовом таймфрейме можно увидеть локальное падение наверх по валютной паре фунт-доллар, и все это дает возможность прогнозировать дальнейший рост. Поэтому фунт-ланги из текущих. Цель для роста это сопротивление 1.23.30. Ценовая отметка, с которой мы показали коррекционное снижение. Пробиваем 1.23.30, а дальше у нас уже открываются шансы для среднесрочного движения наверх. Поэтому такая ситуация по фунту. Интересные моменты сейчас сформировались по валютному рынку. Если еще ранее фунт-доллар был в таком подвешенном состоянии, я говорила об этом на своих ежедневных обзорах. Ребята, я напомню, что я теперь веду рубрику «Ежедневный обзор рынков», где анализирую ежедневно рынки, даю свои апдейты, даю свои комментарии по поводу того или иного инструмента. Я, как правило, выбираю топовые инструменты из основных рынков и их анализирую. Но если у вас есть какие-то вопросы по другим инструментам, я обязательно буду их разбирать в следующих обзорах. По поводу фунт-иены. Я помню, я разберу уже завтра на обзоре в понедельник ситуацию по фунт-иене. Был вопрос. Значит, дальше. Также напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы всегда получать хороший аналитический контент. Как я уже сказала, с анализом основных рынков, основных финансовых инструментов, я напомню, что я анализирую валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серевой рынок. Все рынки анализируют по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ребята, если есть торговый паттерн по моей стратегии, вот тогда есть торговая рекомендация. Бывает, что ничего рынок не показывает, ничего рынок не формирует. Тогда я говорю, сейчас не рынка, сейчас ничего понятного нет, не торговая картинка, пока ждем. Если понятное направление, то есть если инструмент в тренде, но еще не сформировал какую-то торговую комбинацию, в таком случае я говорю направление, допустим, лонговые, точки входа нет. Нужно ждать правильную какую-то комбинацию для того, чтобы уже можно было дальше открывать сделки по этому инструменту. То есть эти моменты различайте, пожалуйста, особенно если вы смотрите мои ежедневные обзоры рынков. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», открытый телеграм-канал. Если же вас интересуют торговые сигналы от меня, можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта» и всегда получать торговые сигналы и торговую аналитику актуальную. То есть если у нас рынки уже сформировали какие-то хорошие точки входа, сформировали торговые моменты, в таком случае я даю торговые сигналы в своем закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Интересует, ребят, мой подход к анализу рынка, интересует, значит, как я отбираю торговые паттерны, как я понимаю рынок. Можете записаться ко мне на индивидуальные курсы обучения. Лично я веду курсы обучения, они, значит, индивидуальные, то есть мы общаемся с вами лично. И плюс, бонус, я добавляю на полгода вас в свой закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта», где вы видите от меня торговые рекомендации, торговую аналитику, торговые сигналы, сопровождение своих торговых рекомендаций и так дальше. Интересует? Обращайтесь, пишите в личку, вся моя контактная информация есть под видео. Ну что ж, спасибо за просмотр. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Благодарна за ваши предыдущие комментарии, отзывы, реакции, ребят. Жду от вас свежего фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до новых встреч.